Прошло 100 лет Мы нашли этот гараж и вскрываем его Что же там внутри? Говорят, раньше здесь был Бус Моторс Опа-на! Сотая школа Эти тачки сейчас стоят по 30 миллионов рублей Нашли у деда в гараже Это Рива Она тоже имеет в цене Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов Это новая серия Стилов Дейли Добро пожаловать в наши ежедневные видосы Я сейчас приехал, как вы видели, в Бус Моторс И здесь идет оживление чайзера Парни мне ничего не говорят Они освободили гараж Выкатили чайзера Подкатывай тундру Тундру? На старшейся А, вот зачем Я не на тундре Я пешком приехал Да-да-да Мы тебя выселяем, Серега Я чувствую, если бы у меня был прицеп Вы бы вот этого высадили пассажира Ну любого Одну жигу выгнали Со словами Выметайся Серега, вот тут много чего твоего От РБ А стиралка тоже моя? Стиралка? Нет, не твоя Меняю на мотор Забирай Это старая наша шутка Рива Ты похож на мем, так блед Необъяснимо Наконец-то я еду на чайзере Это же кайф Задом еду Рива Рива Можно чуть право Так, что дальше? Не, пойдем поедим Поддержу А сейчас уже и вечер На сегодня достаточно Мы слишком много сделали на сегодня Перейдите на их канал Он будет в описании Поддержите Лайком Чтобы они собрали мне чайзера Рива Рива Ну что, реально кушать? Да мы же не едим Пархо, они подняли чайзера И пошли есть Ну, это же чай Перед тем, как делать чай Нужно попить чай Вот что значит сервисная Это компетентность Или как там? Да блин, какая сервисная Это правильность сборки автомобиля Если ты собираешь чай Надо пить чай А Марк? А что Марк? Марк ждет глобальные изменения Расскажи Говорят, что у тебя будет 500 сил Нет, 500 сил не будет 490 А новые спонсоры будут у тебя? Нет, у меня есть единственное Непостаримое Два Единственное? Два Я поехал Пока, серый Пока До завтра Пока, Георгий Пока, Сергей Пока, Сергей Как там чайзер? Как я уже сказал ранее Мы сегодня сделали по максимуму Ну, согласись Воду откачали Чайзер закатили Где купить футболку, хоть скажешь? Трелхед, конечно же По какому промокоду? По промокоду Бустмод По какому промокоду? Ты знаешь, братан Вот здесь написано Ладно, по промокоду Стилов, конечно же Топовая Топовая Бэшка На джейзете, господа Как ты относишься к М50? Никак не пробовал Не знаю Увы Наверное, нормально Так, ну как вы поняли Сегодня с чайзером не очень удалось Мы слишком долго Общались там наверху Вот, уже потемнело Уже конец рабочего дня Уже даже 11 часов ночи Ну, как вечером Парни сказали, что завтра Точно обязательно С самого утра Начнут заниматься чайзером И, возможно, на этой неделе Он уже выкатится сам Своим ходом Было бы отлично Я бы был бы очень рад С ним продолжить дальнейшие работы А у нас там еще впереди Обкатка И настройка Плюс я еще хотел Просто прокатиться Чтобы, ну, там Испытать все Плюс еще надо сделать Что-то с подвеской Помните, там есть Стуки в подвеске С задней И это тоже, конечно же Надо убрать Потому что так продавать Ну, нехорошо будет Короче, надо его полностью затестить И тогда можно уже смело Выставлять его на продажу Прямо на официальную продажу Пока, конечно, есть предварительная И там люди пишут Интересуются Вот, я всем отвечаю Ну, стараюсь отвечать На те сообщения, которые вижу Но сейчас все равно Эту продажу можно назвать Предварительной Так как бы по спеку Я думаю, все все знают И все мои доработки Тоже все знают В общем, делается Просто надежная машина Можно сказать И на каждый день И на дрифт по катушке Так как по комфорту Чайзер отлично подходил Я помню, как я летом На нем гонял Прям очень клево С открытым люком Этот каркас не мешает Там ничего не мешает Прям отлично Едешь, едешь Хоть и с Чайзером Сегодня не сложилось Но мы плотно вели разговор о лавре О подготовке его к сезону Потому что, можно сказать Его надо всего переделать Всего перестроить Чтобы он подошел Для участия в соревнованиях Чтобы он проходил техком Не везде, конечно Потому что Чтобы он проходил техком везде Его надо готовить как просливу Ну, на таком же уровне Хочется все-таки поехать Но, естественно, не на всех жирах Поэтому его надо Просто приготовить к регламентам Конечно же, вварной каркас сделать Потому что без вварного каркаса Сейчас практически никуда не поехать Я думаю Мне кажется, что Сочи Дрифчеллендж Даже в следующем году Будет, наверное, на вварном каркасе Ну, у меня такое ощущение Потому что все Постепенно к этому идет Болтовые каркасы Их особо так не признают Хотя, в принципе Болтовой заводской каркас Чего в нем плохого? Ну, вот так вот Конечно, вварной Имеет по безопасности Ну, больше там Плюсов, больше привилегий Нежели чем Болтовой каркас Помимо этого всего Вварной каркас Добавляет аж 80 килограмм Примерно плюс-минус 80 килограмм И вчера я Перемотал свои видосы И нашел, как мы Взвешивали лавру Еще у Семена Когда он был в красной обклейке И когда он с предыдущим Самым первым мотором был Тогда он был без болтового каркаса Но он был дрифт такси Соответственно, стояли два ковша По 6 килограмм ковши По 7 Плюс крепления все вот эти Наверное, еще там по Ну, килограмм, наверное, 6 тоже Плюс-минус это где-то Около 20 килограмм Килограмм, да, с ремнями В нем стояло И он весил, на мое удивление Он весил тогда Тонну 330 килограмм Я почему-то был уверен Что он весит как слива Тонну 350 Но он нет Он даже легче, чем слива И он, можно сказать, весит Металлический В нем сейчас не металлический Только капот Он у нас пластиково-карбоновый Передние крылья Сзади у него пластиковые крылья-накладки Под ними там металл И тогда он был без пластикового багажника Но с дактейлом Дактейл у меня очень тяжелый Он весит килограмм 5 Сейчас на нем еще пластиковая крышка стоит То есть там плюс-минус задняя Задняя крышка именно багажника То есть плюс-минус там облегчение Какое-никакое Я понимаю, что если еще прибавлять 80 килограмм сверху на каркас То Лавра надо будет перепилить всего Всего абсолютно распилить Чтобы, ну, хотя бы 80 килограмм эти выиграть И с начальным весом тонну 300, там, 30 Это, конечно, ну, не так хорошо Когда, например, у вас есть слива S13 Которая весит в стоке с сыром там тонну 200 Тонну 200, короче, да Поэтому здесь уже плюс 100 килограмм Чисто из-за того, что это лаурель Но с другой стороны С него можно хорошенько снять с жопы Прям, ну, мне кажется, реально хорошенько так получится С морды еще снять Потому что на морде у нас Очень большой массивный башбар тяжелый Там очень большие вот эти трубы все наварены Ну, терек на трубах Вот эти все арки Это все можно, конечно же, отпилить Чуть ли не по самые стаканы И сделать какие-то минимальные конструкции Именно на алюминии Там, конечно же, использовать металл Как и сзади, так и спереди Потому что сзади хочется сделать просто башбар из алюминия Просто такую вот конструкцию, короче И чтобы была полностью пластиковая жопа Которая ни на чем не держится Ну, только на хмутах И все, чтобы она была такая играющая Ну, и получается сделать все равно какую-то конструкцию под домкрат Потому что с алюминиевым башбаром За него, мне кажется, домкратить не особо получится Как мне кажется Спереди также сделать какую-то, естественно, усиливающую конструкцию Да, но не делать всяких там марок Вот этих всех из металла Максим марки сделать из стеклопластика И сделать все остальное тоже из алюминия Башбары гуляющие из алюминия Использовать максимальное крепление Какие-то простые На хмутах там что-то Плюс радик, естественно, переносить В заднюю часть автомобиля Конечно же, избавляться от заднего стекла Делать поликарбонат Конечно же, избавляться от боковых стекол Делать их тоже и с пластиковыми Единственное, что со своим водительским стеклом Я, наверное, ничего не делал бы, чтобы оставить стеклоподъемник Потому что эти 5, там, даже 7 килограмм Ну, мне кажется, лучше, чтобы с открытым окном кататься Если что, потому что бывают там жаркие дни И это прям очень не хватает Форточку вот эту делать не хочется Хочется, чтобы полноценно открывалось окно Но все остальные стекла хочется максимально облегчить Естественно, заднее, так как там будет какой-то диффузор Через который поступает воздух в багажник Но и боковые стекла тоже хочется облегчить И, конечно же, хочется облегчить двери Потому что я помню, когда мне приходили двери в транспортной Четыре двери весило 110 килограмм, по-моему Или 100 килограмм Короче, двери там максимально тяжелые Я просто помню, как я их переносил У меня в гараже лежат двери Они дико тяжелые Они реально весят по 20-30 килограмм Поэтому хотелось бы с дверей тоже выпилить много металла К сожалению, пластиковые двери на лавры не делают И даже не делают пенки дверей Потому что пенки было бы вообще идеально То есть по контуру вырезать весь металл Просто наклепать туда пенки И потом все подвинил, там даже будет не видно А дверь будет существенно легче Но есть еще способ такой, когда металлическая дверь полностью вырезается Убираются все, естественно, замки оттуда Потом стеклоподъемник, вот это все тяжелое Срезается внутренняя часть вся металлическая И остается, ну, грубо говоря, тоже пенка на рамке И дверь, в принципе, становится легкая Плюс еще это с пластиковым стеклом Поэтому с четырех дверей тоже можно снять, я думаю Ну, килограмм 30-100 пудово можно снять с четырех дверей Это прям точно Если бы делали пластиковые двери на Лавра Конечно, было бы проще Хотя бы, ну, водительскую и пассажирскую А задние, например, сделать просто пенками И, не знаю, там какое-нибудь сплошное расширение накрепить Короче, надо по-любому выигрывать вес Потому что каркас утяжелит машину Плюс хотелось бы сделать, чтобы она была менее инерционная Меньше ее там затягивало назад Потому что даже слива, с учетом того, что она тяжелее Лавра Она более юркая на перекладках И на ней, ну, реально, не знаю, не то чтобы легче ездить Нету дополнительной инерции, которая тянет тебя назад Но мне кажется, что в Лавре эта инерция Она именно из-за того, что Ну, жопа тяжелая, довольно-таки вся металлическая И поэтому его и тянет назад Короче, такой план Сейчас максимально продумать, как сделать лучше И как успеть ровно за два месяца подготовить абсолютно новую тачку С новым конфигом, да, получается Всю ее облегчить Перенести вот эти все элементы типа радиатора назад Решить, какой двигатель Хотя я уже, скорее всего, решил, что это будет Я думаю, что JZ Вот, потому что рано или поздно надо переходить на JZ Ну, не зря же все вокруг катают в дрифте на JZ Реально, не зря же Да, можно быть особенным Можно строить такие крутые SR-ы, крутые RB Ты будешь реально таким эксклюзивным чуваком Но у тебя будут свои сложности Потому что те, кто катает на эксклюзивных двигателях Вот я вам уверяю У них есть свои сложности, они просто их решают Так же, как катают там на роторах, да Вы знаете прекрасно, что с ротора там кучу сил легко не снимешь Ну, там 600 даже, да, как с JZ Там много своих всяких нюансов Но зато стильно ты катаешь на роторе Как бы такой единственный будешь на всей тусовке JZ-ом никого не удивишь Но зато у JZ-а много своих плюсов В некой надежности, да, в доступности запчастей И, в принципе, очень много там Людей с ними могут работать, умеют работать Вот это плюс Ну и, конечно же, JZ у меня один есть в гараже контрактный, да Со сливой моей красной И есть еще JZ в RPM Он до сих пор там лежит Парни сказали, что его стретчем замотали Он свеженький и собранный Прям вот стол лежит, ждет меня Чтобы я его забрал И куда-то его поставил Парни очень хотят, чтобы я его поставил Потому что, говорят, мотор получился точно надежный Серега и выдержит 500 сил Мне, в принципе, в лавре больше, чем 500 сил, наверное, не надо Максимум 550 бы хотелось Но 500, я думаю, будет, ну, адекватно Еще, конечно, есть такая тема Что, с другой стороны, у меня RB был весь на пирогах На ковке То есть полностью кованая поршневая И сейчас я, ну, откатываюсь назад И делаю все на сток-столбике Ну, не знаю, у меня был такой опыт со сливой Когда у меня был кованый второй J Все было круто Но в итоге он долго не отходил А сейчас мой стоковый контрактный столб Да, он уже ходит и радует меня И сжег более 150 покрышек Точно более 150 покрышек Потому что мы только на Sotchi Drift Challenge За два этапа сожгли около 40 покрышек Поэтому он сжег точно за сезон более 150 покрышек И радует как бы Поэтому здесь, наверное, не стоит переживать Главное, главное это все успеть То есть подойти комплексно И все успеть И подготовить лавры к соревнованиям И как только наступит лето Сразу выкатиться и участвовать Потому что если сейчас ничего не сделать То как бы ничего не будет Вот, все в принципе логично Постарался сейчас максимально объяснить все свои мысли Которые находятся у меня в голове И меня как бы очень Ну не то чтобы мучают Это первый вопрос Который вот надо решать прямо сейчас Что делать дальше с именно лаурелем Я, конечно, когда поеду домой Еще обдумаю все тысячу раз Но сейчас я уже разложил вам Все расклады, если так это можно назвать И все свои мысли тоже высказал Ребят, что думаете Обязательно напишите в комментариях Если есть у кого-то конструктивные прям мысли То напишите, я прочитаю Ну и, конечно, поддержите этот видос лайком обязательно И на этом он подходит к концу С вами был Серега Стилов Стройте тачки И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok